СИНН США и Китай, Россия и Иран проводят совместные военно-морские учения в Аманском заливе. Российско-китайские учения морское взаимодействие 2016. Источник изображения AP Photo За Чанминг, Ксинхуа Отношения между Тегераном, Москвой и Пекином достигли значимого уровня. Учения, скорее всего, будут восприняты Вашингтоном как провокационные, отмечает СИНН Гонконг В пятницу Китай, Россия и Иран начали совместные четырехдневные военные учения в Индийском океане и Аманском заливе на фоне продолжающегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном в экономически важном регионе. Аманский залив стал центром геополитической напряженности в 2019 году, после того как в июне в узком проливе неизвестной стороной были атакованы два нефтяных танкера. США обвинили в нападении Иран, но Тегеран опроверг эти обвинения. Затем в июле Иран задержал на два месяца британский нефтяной танкер Стена Эмпера. Стена Эмпера Как сообщает иранский государственный телеканал Press TV, ранее контр-адмирал Галамреза Тахани заявил, что корабли должны покинуть иранский порт Чебахар в Аманском заливе, после чего их направят в районы на севере Индийского океана. По словам Тахани, учения будут проводиться на акватории площадью 17 тысяч квадратных километров и включать в себя из разного рода тактических учений, в том числе учебных стрельб и спасения кораблей в условиях вооруженной атаки и пожара. Среди целей этого учения повышение безопасности международной морской торговли, противодействия морскому пиратству и терроризму, обмен информацией о спасательных операциях и оперативно-тактическим опытом, добавил Тахани. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Сидзиньпин и президент Ирана Хасан Раухани 14 июня принимали участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества ШОС в Бишкеке. Совместные учения также служат сигналом мировой общественности о том, что отношения между Тагераном, Москвой и Пекином достигли значимого уровня, считает Тахани. Он добавил, что Иран впервые проводит совместные учения с двумя крупнейшими мировыми военно-морскими державами такого масштаба. Официальный представитель Министерства обороны Китая Уцянь, Уэк Йень, заявил в четверг, что эти учения являются обычным военным обменом между вооруженными силами трех стран и соответствуют международному праву и международной практике. Учения не обязательно связаны с ситуацией в регионе, добавил Ву. Предстоящие военно-морские учения направлены на углубление обмена и сотрудничества между флотами трех стран. Они также должны продемонстрировать сильную волю трех сторон и их возможности совместно поддерживать мир во всем мире и безопасность на море. При этом они должны активно содействовать созданию морского сообщества с общим будущим, сказал он. Как заявил на пресс-конференции в среду бригадный генерал иранских вооруженных сил Абальфазл-Шекарчи, обеспечение безопасности в Индийском океане и Аманском заливе важно и крайне необходимо. «Индийский океан и Аманский залив относятся к важнейшим торговым путям в мире, и многие страны осуществляют перевозки в этих, двух, регионах, и поэтому обеспечение безопасности там важно и крайне необходимо», заявил Шекарчи. «Аманский залив соединяется с Армузским проливом, через который осуществляются перевозки примерно 30% нефти, перевозимой морским путем». Шекарчи добавил, что военные учения будут направлены на укрепление мощи и расширение в области обеспечения безопасности международной торговли в регионе. Совместные учения, скорее всего, будут восприняты Вашингтоном как провокационные. Ранее в этом году президент США Дональд Трамп предложил направить в Аманский залив возглавляемую США военно-морскую миссию для защиты экономических интересов в регионе. В своем посте в Твиттере в четверг Трамп нацелился на Иран, Россию и сирийское правительство во главе с президентом Башаром Асадом и предостерег руководство этих трех стран три страны от поведения военных операций в Сирии. Бен Уэсткот Хамди Алкшали Право на данный материал принадлежат и на СМИ. Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Оригинал публикации материалы и на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции в АПК. Нейм